Братья-месяцы В этот день христиане чтут память преподобного Павла Фивейского, первого христианского монаха. Жил в период начала третьего-середины четвертого веков. По народному календарю этот день обещает перелом зимы. Зимний денек – своробьиный скок, середина января стало два, а пришел Павел – сразу час прибавил. И еще Павел взмок, дня приволок, говорили в народе, замечая, что зима уже неуклонно движется к своему концу, ночи становятся короче, а солнышко светит ярче. Хотя зимнее солнце, что вдовье сердце, и рада бы согреть, да силушки нет. Ну и за то спасибо, что светать стало раньше. Правда, лихие братья Морозы, словно не желая замечать этого, по-прежнему за нос щиплют и уши рвут. Ну как не сильна зима, а ей на земле срок отпущен. Вот отхороводит свое с ветром северным и на покой отправится. Кстати, сегодня он не на шутку разыгрался. Одно утешение – разогнал северный бродяга облака, и по уже темнеющему небу месяц звезды рассыпал. В народе этот день получил еще одно название – День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. Это было, как говорили, чревато разными неприятностями для окружающих, ведь ученикам нужно было опробовать полученные способности. Хотя здесь правильнее было бы говорить о черных магах, которые используют древние знания для своей выгоды и во вред другим. И здесь пластвует мир темной нави, где всегда заключаются договора с темными силами, разорвать которые и смерть иногда не помогает. Колдуны же по древним источникам проводили обрядовые действия во время праздников, или же по надобности, или наблюдали за правильным исполнением этих обрядов и действ вокруг немного возвышенного над землей места для принесения треп, называемого Дуньей. В этот день родили о предстоящем урожае льна. Старину лен особенно почитался в народе, так как служил сырьем для одежды, постельного белья, скатертей, занавесок, пеленок малышам и другим предметам домашнего обихода. Именно поэтому его хороший урожай считался большим благом. Лен на Руси всегда был неотъемлемой частью крестьянского быта. По традиции возделывать его могли только мужчины. Лен был одной из самых трудоемких культур. Прежде чем получить волокно, его выдергивали и связывали в снопы, которые оставляли в поле дозревать. Затем снопы обколачивали и везли на гумно, где льном занимались женщины. Обивали и просеивали, оставляя одни стебли. Волокно внутри стебля, предварительно вымочив, летом в реке, зимой в снегу или проруби, мяли. Потом волокно чистили, трепали, щипали, чесали железными щетками. Пряли лен вручную в сыром и холодном помещении, иначе рвалась тонкая нитка. Затем ткали холсты. Готовый тонкий холст отбеливали и шили полотенца, рубашки, сарафаны. На штаны шло полотно погрубее. Оставшуюся пеньку в деревнях никогда не выбрасывали, мастерили из нее мешки. Лен был незаменим и в строительстве. Его издревле использовали для утепления деревянных домов. Льняное волокно не только препятствовало появлению грибка, но еще и дышало. В зависимости от погоды отдавало или забирало влагу из воздуха. Из льняного семени рачительные крестьяне готовили масло, которое было в большом ходу, так как, будучи неживотного происхождения, разрешалось во время поста. А те, кому посчастливилось родиться в этот день, должны были надеть на себя льняную рубашку, для того, чтобы весь последующий год не ведать печалей и быть счастливым, а под подушку положить пучок льна, чтобы отвести дурные сны. По одному из календарей славяне 28 января праздновали день угощения домового Велесичи или Кудесы. Название праздника Кудесы, Бубны, указывает на то, что наши предки общались с домовым и веселились, услаждая слух музыкой. Домовой – дух добрый, обычно он рачительный хозяин, помогающий дружной семье. Иногда вредничает, шалит, если ему что не по нраву. Он пугает тех, кто не заботится о домашнем хозяйстве и скоте. В этот день домового кормят кашей, оставляя ее на загнетке. Кормят и приговаривают. «Хозяин, батюшка, прими нашу кашу и ешь пироги, наш дом береги!» Считалось, что таким образом можно добиться того, что домовой будет старательно охранять дом от злых людей, порчи, сглаза, неприятностей и непрошенных гостей. В этот день примечали. Синицы громко щебечут под окнами, и облака плывут с северной стороны. Скоро настанут морозы и метели. С самого утра начинался снегопад, и вороны при этом начинали искать укрытия. К ночи ожидается резкое похолодание. Если Павловская ночь звездна, будут льны хороши, и оттава порадует. Оттавой раньше называли выросшую после выпаса скота или покоса траву. А если в Павлов день ветер подул, летом будут часто идти дожди. Вороны раскаркались, то тепло не за горами. Воробьи на деревьях затихли, жди снегопада. Звезды тускло мерцают, жди тепла, а если ярко загорелись, холода. А ты слушать-то слушай, а и сам не плашай. Ищи знания и с мудростью применяй. Здравия, радости и здравомыслия вам, славяне! Братья-месяцы н 오후 аутбат. Время срока градостно просвещения кран